Платить, чтобы работать. В регионе более 6 тысяч мигрантов с начала года подали заявки на получение патента. Этот документ обязаны оформить все иностранные граждане, которые собираются трудиться на территории России. За право работать в стране мигранты обязаны каждый месяц авансом платить 3100 рублей. Таков закон. Более того, каждый из них должен получить страховку, сдать экзамен на знание русского языка, пройти медицинское обследование. Теперь все документы можно получить в одном месте, не выходя из миграционного центра. В первую очередь такая система позволяет как можно скорее выявить иностранных граждан с ВИЧ и туберкулезом и запретить им работать в стране. На сегодняшний день показатель выявляемости очень высокий. То есть концепция, на наш взгляд, задана достаточно верная, способствующая как максимальной легализации иностранных граждан на территории субъекта, так и пресечении каких-то особо опасных заболеваний. Более того, иностранные граждане, пребывая на территории миграционного центра, в обязательном порядке проходят дактилоскопическую регистрацию. Кроме жителей ближнего зарубежья, работать в России стремятся и граждане Китая, Европы и Турции. Правда, уже не строителями, а специалистами. Их трудоустраивают только в том случае, если от этого не страдают интересы россиян. И квоты в том числе распределяются таким образом, чтобы приоритет в распределении подобных профессий относился к категории граждан России. Это является обязательным условием. Из всех иностранных граждан, которые сейчас находятся в Самарской области, трудовых мигрантов больше половины. Ежегодно их количество варьируется от 80 до 110 тысяч человек. Но пока мигранты заняты оформлением документов, чтобы работать в России, жители региона делают загранпаспорта. За три месяца их получили уже около 8 тысяч человек. Это в два раза больше, чем за тот же период 2016-го. Но с потоком желающих выехать за рубеж миграционное ведомство справляется легко. Наше управление готово обработать все это, готово оказать всем эту услугу. Очередей мы каких-либо по этому поводу не прогнозируем. Мы увеличили количество окон приема и сделали акцент на портал госуслуг обращения в электронном виде. То есть все у нас как бы мы к этому моменту готовы. Сотрудники миграционного ведомства призывают жителей активнее пользоваться онлайн-сервисами. Из 180 тысяч услуг, которые были оказаны в этом году, через федеральный портал оформлено только 4%. Алина Чемери, Артем Сулайманов, События.